Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, он у вас довольно объемный, поэтому я буду читать и давать комментарии. Итак, пишу на эмоциях, простите за ошибку, ну если вы пишете на эмоциях, то ошибка это нормально. За что вы извиняетесь? То есть, здесь какая история? Это история о том, что вы оспариваете свое собственное состояние, то есть вы как бы говорите себе, я на эмоциях, но я не должна делать ошибки, хотя ошибки это нормально. То есть вы как бы себя все время оспариваете. При этом вы не замечаете как бы того, что быть на эмоциях это нормально. Вы не отдаетесь эмоциям, просто вот не отдаетесь. Отсюда здесь, отсюда желание извиниться. Пожалуйста, дайте совет, что делать в такой ситуации. Ну, психологи советов не дают. С самого детства моя мать обвиняла меня в чем-то, например, что я мешаю, не помогаю и прочее жить. Ну, по факту, по факту, здесь вы, на мой взгляд, подавляетесь в безлость, не возвращаетесь злиться на маму. Вообще говоря, злиться на маму, вообще на людей злиться, вообще злиться. Абсолютно нормальная история и позволить, ну, позволить вам, позволить себе злиться, позволить себе испытывать злость, это вот очень важный шаг для вас. В контексте именно, вот, ну, терапевтической работы, которая, ну, вам необходима, на мой взгляд. Вот, и здесь вы себе запрещаете злиться, запрещаете злиться на маму, например. Вот, соответственно, когда злость вы подавляете свою, вот, она уходит вглубь, обращается против вас, обращается с чувствами. Например, так, значит, не помогаю, мешаю порчи и жизни. Это прогресс, ваша мама говорит. Я так считала, обвиняла себя в любых ошибках, поэтому отстранилась за другие развлечения, больше отдавала с учебы, чтобы получить хотя бы один раз похвалу от мамы. Так она всегда на меня орала за оценки и сравнивала с сыном маминой подруги. А вот, давайте подумаем, вот, откуда такое стремление к похвале мамы. То есть, то есть, каким образом получается, что похвала мамы для вас очень важна. То есть, ну, вот, не много, не мало, да, что изменится, да, если ваша мама, ну, если ваша мама вас, получается, похвалит. Что произойдет, если она вас, вот, похвалит, что случится, если она вас похвалит. А, как бы, почему это так важно? Вряд ли вы на данный момент это вымечаете. Ну, мне, по крайней мере, кажется, что вы этого не замечаете. Чем вам, чем вам так важна похвала мама ваша? Дальше. Так, я отстранилась, значит, она меня всегда сравнивала. Вы привыкли сравнивать себя. То есть, не доверять себе, своим ценностям, своим приоритетам. Страшиться и уделять чрезмерное внимание реакции на ваш выбор. Сейчас я совершеннолетняя поступила в универ в Питер на бюджет. Она погордилась этим очень долго и хватала всем. Я думала, что наконец стала для нее хорошей дочерью. Для вас вот как-то так адекватно, что вы становитесь хорошей дочерью, когда поступаете куда-то, ну, в какой-то конкретный университет, в конкретном городе на конкретную модель обучения. То есть, вы, ну, вы сами просто как? Вот вы сами считаете это законным? Как это, ну, как это должно работать? То есть, вот, вы сами к этому, ну, в принципе, в целом. Как относится, что вот вы стали хорошей, когда, может, поступили там в университет? То есть, ну, как вы сами это воспринимаете? Вот. То есть, ну, мне кажется, что вот крайне важно, крайне важно было бы на это вам обратить вот внимание свое, да? Потому что, опять же, возможно, что вы этого не замечаете. Вот. Но это очень пока история, которая на вас влияет. Оказывается, ну, оказывается, очень серьезное влияние на вас. Ну, как бы, совершенно очевидно здесь. Так, значит, кажется, этого было мало. Я не научилась защищаться от ее слов. Сейчас только рыдал и уходил в себя. Ну, вы боретесь со злостью. У меня вчера умер мой питомец, который назвал для меня многое. Был рядом со мной. Она видела, как мне тяжело удалось сознание, но то моего питомца нет. На место поддержки гоняло меня скорее решать, что делать с телом. И спрашивала, сколько обошлось кремация. К которой я ходила в ветеринарку. Здесь у вас, помимо всего прочего, ожидания происходят. Ну, ожидания наблюдаются. Вот. То есть тут у вас, тут речь идет именно про ожидания ваши. То есть вы чего-то ждете от своей мамы, чего-то такого, что она вам дать не может. Ну, вы отказываетесь это принимать, вы отказываетесь это признавать. Опять же, именно в силу того, что сдерживать. Понимаете, да, то есть как бы не, вот, если бы вы не сдерживались, если бы вы не сдерживались, вот. То ситуация была бы в этом смысле больше, вот. И вам бы не приходилось бы, ну, жить вот в этих ожиданиях. В своих ожиданиях, которые вот у вас, ну, имеют место, получается быть. Вот. А так, так, к сожалению, происходит, вот, что из-за ожиданий, вот, вы, точнее из-за того, что вы себя сдерживаете. У вас, к сожалению, как бы от мамы есть, вот. То есть, ну, опять же, давайте вот как-то немножко подумаем, да, вот, насколько эти ожидания оправданы. То есть, ну, насколько они реалистичны, насколько они адекватны. То есть, насколько ваша мама вот реально, эм, может оказать вам поддержку. Вот. Ну, я думаю, что вы сами для себя на этот вопрос ответите. Это первое, плюс второе, да, вам тяжело, вам тяжело в смысле того, что, эм, в смысле того, что вы действительно потеряли. Ага, значит, ну, дорогого, дорогого вам, эм, питомца на животного и эм, э, это травма. То есть, вот, это, ну, э, психологическая, э, это психологическая травма, э, для вас, само собой. И, очень важно здесь, эм, чтобы вы увидели, э, что вы делаете с боль, э, ну, с болью, вот. То есть, ну, как вы, условно говоря, обращаетесь в болью своей, вот. Потому что, то, что вам больно, это факт, ну, очевиднейший, это очевиднейший факт. А вот, что вы делаете, что вы делаете с болью, вот, это большой вопрос. И вот это то, что меня интересует. Как вы обращаетесь на свои боли. Ну, в данном случае, вот, понятно, да, что я опять же имею в виду. Так, эм, дальше, значит, оплачиваю свои деньги. Судя утром, она заявила, что из-за меня опаздывают на работу. Я в то время сидела на кухне и настракала, пока она просто ходила по комнатам. Я не выдержала и накричала на неё, вот. То есть, вы будете, боретесь, потом у нас отоп через край, и вы взрываетесь. После чувствуете вину. Не понимаю, что я сделал не так. А почему вы думаете, что можно кричать только из-за того, что вы сделали что-то не так? Дальше. Эм, значит, она назвала эстеричку и села. Вечером вся семья была дома. Я спокойно убирала повсюду. Мать сказала, чтобы я не мешала ей заниматься уборки повсюду. Я закручала снова. Почему она так дала на меня? И почему она сказала, что из-за меня опаздывают на работу? Вот видите, тут как бы вы переключаетесь. Переключаете своё внимание. Эм, значит, с себя. Вот. На неё, получается. Вот. То есть, вы переключаете своё внимание. Эм, вот. Как мне видится. Переключаете своё внимание на неё, полностью. Ну, забывая при этом то, что важно вам, забывая при этом то, что хочется вам и в общем и целом вот это то, что довольно сильно, как мне кажется, вам мешает, то, что вас смущает довольно сильно, ну, как мне кажется, повторюсь. То есть, здесь ключевая проблема в том, что вы от себя выбираете отказываться. Вот. Ну, получается, снова и снова вы выбираете от себя отказываться. Дальше. Значит, я закричала, да, потому что она... А почему она так говорит? Опять же, про сдерживание своих чувств. Вам не копило злость. Вот вы ее подавляете. Ага, злость. Я помню, что она так говорила. На меня выставили как дуру или сумасшедшую, которая кричит обратно. Опять же, да, здесь вы игнорируете свою собственную активность, целиком и полностью зависит только от того, что сказала мама. Так. О боже, я опять разрыдалась. Она всегда говорила, что я плохая, пока никто не видел. Но вы чувствуете, что у вас здесь много боли. Вот эту боль нужно прожить и как бы найти в себе вот помимо боли, да, ваши собственные опоры. Самое ужасное, это все то, что утром был мой брат, она ему улыбалась и смеялась с ним, ну когда он ушел, она сказала, что за меня она опалзывает, но я просто сидела на месте. Я думаю, что ваша мама делает это неспроста. Думаю, что вы ее как-то задеваете. Меня выгнали из дома, так я стоял на своем и сказал, что она тратит климат. Ну, вас нельзя выгнать из дома, если вы собственник кластерам. Вот. Пожалуйста, объясните, почему у нас не произносят свои слова. Зачем? Какая ей выгода в этом? Как вести себя в такие моменты, что делать или все-таки я правда виноват? Ну, пусть виноватых не входит в работу психолога. А вот почему, как вести себя в такие моменты? Ну, нужно сначала разобраться в ваших чувствах. Вот. Ну, в первую очередь нужно разобраться с вам в ваших чувствах. Вот. То есть надо разобраться сначала вам, ну, в себе. Это первое. Это первое, что нужно сделать, пожалуй. чтобы как-то вот вам, ну, понять себя, да, и чтобы как-то вот вы, ну, могли бы определиться с тем, что вы вообще, ну, как бы, хотите, да, чего вы вообще хотите, и так и так далее. Вот. Это первый важный момент достаточно. А дальше уже будет как-то более очевидно, на мой взгляд, на мой взгляд, как вам себя вести. Вот. Сейчас пока история здесь, она вот действительно ограничивается. Ну, история сейчас действительно очень похожа на то, что вы просто вот в какой-то потерянности находитесь. Вот. История действительно похожа на то, что вы просто реально знаете, что делать. Вы потеряны. Вот. Я думаю, что наша задача заключается в том, чтобы вам помочь тебе разобраться в первую очередь. Не виноватых искать, как это вот, ну, ну, может быть, вы делаете с… как это вы делаете, например, сейчас, да, то есть сейчас вы вот пытаетесь найти виноватых. Вот. Не нужно этого делать пытаться искать у нас вы виноватых, как мне видится. Вот. Ну, нужно разобраться в себе и учиться выражать свои чувства. Вот. 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 Поэтому необходимо обратить внимание на те вещи, которые, о которых я сказал. И работать с ними, с этими, ну, с этими вещами, с этими вещами, с этими моментами, с этими аспектами. Вот. Ну, как бы вот… как бы не тяжело это не было. Вот. Вот. Внимательно. Каспект. Каспект. Вот. Ну, вот, вот, пожалуй, наверное… Пожалуй, наверное, так я бы мог вам… эм… ну, сказать, сказать сейчас. Вот. Такой ответ мог бы дать вам с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Эм… я буду вам благодарен за обратную сцену. Эм… по моему ответу это… это… позволит вам начать над собой работу. Эм… желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью вам она… в смысле, помощь. Эм… пригодится. Мы будем с радостью вам… мы будем рады вам помочь. Все выпили. Продолжение следует...